Приветствую вас, уважаемые студенты курса CCNA. В этом видео хочу показать вам, как правильно пользоваться учебником и загружать выполненные задания в Netacad. Приступим. Перед нами открыт профиль в Netacad с нашими курсами, а именно CCNA первый семестр. Нажимаем кнопочку «Ланч курс» и нас перекидывает на домашнюю страницу курса. Здесь пойдем по порядку. Первая ссылка это будет ссылка на ваше вступительное занятие, на лекцию. Вторая ссылка будет на чат группы WhatsApp, где вы можете коммуницироваться со своими одногруппниками. Но вся официальная коммуникация по курсу с инструктором и так далее происходит по нашей официальной почте. teamsobaka-cisco.org и только через нее. Пойдем дальше. С первыми тремя ссылками вы разберетесь самостоятельно, посмотрите. Ну а я хочу остановиться на инструкции по пакетрейсеру. Это такой себе симулятор, который моделирует внутренние сети. Вы будете выполнять здесь свои практические задания, которые будете встречать по курсу. Я вам покажу чуть позже, как это и что это. Задание состоит из двух частей. Первый файл PDF. Вы будете документировать все, отвечать на вопросы. Но для этого нужно скачать Акробат. Вот здесь по ссылочке скачаете. Предварительно и установите его. Вторая часть задания это файл ПК. Само практическое задание, которое вы будете выполнять в пакетрейсере. Установить его можно, перейдя по этой ссылке. Или же в вашем Netocad. Вверху есть панель, где есть раздел ресурсы. Скачать пакетрейсер. У вас обязательно должна стоять свежая, крайняя версия пакетрейсера. На данный момент это 8.0. Вот есть для Windows, для Linux и для Mac OS. Это две одинаковые ссылки. Просто для удобства можете использовать именно прямо из Netocad. Когда вы откроете пакетрейсера, именно задание, вы должны запомнить свой юзер-профиль, чтобы это был не как гость. Здесь вы просмотрите все самостоятельно. Далее нас ждет бонус-лекция. Как правильно и легко учиться. Также просматриваете лекцию. После чего вас ждет первое задание. Которое вы делаете для себя. Здесь не надо прикреплять текстовый документ или документ из Word. Просто нужно прописать 8 подпунктов. И ознакомитесь, соответственно, с ними. У вас тут будет кнопочка Add Submission. Я покажу вам, как она вылетит чуть позже. Есть место, где вы расписываете свой план. Там ничего сложного нет. Нет, я напишу для примера так. Сохраняем изменения. И все, наше задание отправлено на оценивание. Если здесь зеленая полосочка, значит, все вы сделали правильно. Идем дальше. Хочу вам показать домашнюю страницу курса. Самая главная кнопочка нашего курса – это наш учебник. Курс-контент. Переходим. Мы можем заметить, что наш учебник состоит из 17 глав. Каждая глава имеет свои подпункты, подтемы, материалы, видео и сами пакетрейсеры. Пакетрейсеры вы можете скачивать прямо с учебника. Вот, первая ссылка – это на PDF-файл. Скачиваем. И вторая ссылка – на практическое задание. Тоже скачиваем. В конце каждой главы есть обзор на главу по модулю, что вы прошли. И маленькая контрольная работа в виде тестов, как самопроверка. Также вы, наверное, уже обратили внимание, что учебник имеет верхнюю панель навигации, где можно поменять язык с помощью глобуса. Наша академия рекомендует учиться на английском языке или же на двух языках. Поменяем на русский, например, так как нам удобнее. Потом вторая кнопочка – поисковик. Вы можете искать ключевые слова по материалу. Например, сеть. И у вас будет список результатов, на каких страницах встречается данное слово. Далее есть у нас кнопочка «Указатель курса». Здесь представлено все, что есть в учебнике. Все анимации, видео, лабораторные работы, которые вы будете выполнять с инструктором или самостоятельно. Ну, например, если вы ищете только список пакетрейсеров, убираете галочку «Все», находите галочку «Пакетрейсеры», и вам выбиваются все пакетрейсеры по учебнику и ничего лишнего. Далее есть закладки. Вот, например, я контрольную работу стала как закладку, чтобы доделать потом или переделать заново. И чтобы ее не искать, по какой на главе находится, в каком подпункте, у меня есть закладка. И пятая кнопка «Недавно просмотренная страница». Вернемся в курс. Мы изучили первую главу и нашли там практическое задание пакетрейсера. Я вам показывала, что можно скачать его из учебника. Или переходим в задание в модулях. И также здесь есть ссылки на его скачивание. Как вам удобно. Только здесь вставлены ссылки на украинские версии, точнее на русские версии задания. А в учебниках вы будете скачивать только те, ну, допустим, если у вас английский язык стоит в учебнике, значит задание будет скачано на английское. Если на немецком, значит на немецком. А ссылки только на русском языке. Первое задание у меня загружено. Сейчас покажу вам на примере второго задания. Как оно будет все выглядеть. Вы предварительно его скачиваете, выполняете по требованиям и загружаете в модуле. Вот та самая кнопка «Add Submission». Здесь мы выбираем или нажимаем на пустое поле, или на файл. Здесь мы будем загружать в два этапа. Сначала, допустим, PDF. Открываем. Загружаем. Так же мы делаем с практическим заданием. Файл выбираем, открываем и загружаем. Сохраняем изменения. И система нас оповещает, что задание отправлено на проверку. Переходим далее. Итак, постепенно вам система будет открывать задание. Вы можете просто увидеть, что все закрыто пока. Но если вы загрузите первое задание, вам откроется второе. Второе, третье. Так постепенно. Вы можете даже по галочкам посмотреть, что система засчитала это как выполненное. У вас будут ждать экзамены после модулей. В конце курса вас ждет практическое задание в пакетрейсере. «Экзамен по вашим навыкам». Курс «Фидбэк» – это отзыв о курсе в виде теста. Он не займет у вас много времени. И финальный экзамен. Если вы успешно закроете курс, выполните все задания, вам будет доступен сертификат в электронном виде. Но по желанию вы можете оставить заявку на изготовление сертификата физического с подписью инструктора и с печатью Академии. Здесь предоставлена ссылка. Вот она. И здесь на нашем сайте вы заполняете заявление, после чего мы отправляем вам сертификат. Это все по желанию. Ну на этом все. А я вам желаю приятного обучения и успехов. Субтитры подогнал «Симон»!